Принудительным выселением сегодня закончилось более чем двухлетнее противостояние супруги Акбулакского стрелка Игоря Дужнова с частными судоисполнителями. Вещи Анаит Демирчан были описаны без ее присутствия. Теперь уже бывшую владелицу недвижимости на территорию частного дома не пустили. В порыве гнева женщина выплеснула воду в лицо судоисполнителя. Все подробности в материале Оскара Сергалеева. Что происходит за высоким забором, остается лишь догадываться. Помощник частного судебного исполнителя дежурит у ворот и пропускает только своих. Анаит Демирчан, которую принудительно выселяют, в который раз пытается пробиться на территорию дома. Но окутанные в бронежилет часы и пресекает все попытки. В порыве гнева женщина дает волю эмоциям. Противостояние длится больше двух лет с того момента, когда во дворе дома предпринимателя Игоря Дужнова прозвучали роковые выстрелы, оборвавшие жизни пяти человек. Сам акбулакский стрелок отбывает пожизненный срок, а его супруга все это время пыталась доказать в суде, что ее хотят выселить незаконно. Сегодня утром она ненадолго отлучилась, а когда вернулась домой... В 10.40 я приехала, меня уже не запустили. Еще не было 11, но на территорию уже в дом уже проникли, уже проник часы. И до сих пор меня не запускают домой, хотя там все мои личные вещи и драгоценности и все. Почему опись личного имущества проводится без участия их владелицы, нам объяснил частный судебный исполнитель. Они будут вас препятствовать. Зачем это надо вам? Драка или что-то? Присутствуют понятые, полиции, сотрудники пожарной безопасности, сотрудники Акимат, прокуратура, сотрудники полиции. Все мы участвуем в исполнении решения суда, выданном от имени Республики Казахстан. Теперь уже бывшие владелицы дома остается погрузить свои вещи и ехать, куда глаза глядят. А тут еще оскорбленный судоисполнитель намерен обратиться в полицию. Мною будет подано заявление правоохранительного в отношении Демирчана. Между тем, в полиции сообщили, что сегодня от частного судебного исполнителя поступил звонок на пульт 102. Якобы во время описи найдено оружие. Какое именно, не уточняется. Сама Анаит Демирчан говорит, что речь идет о ружье для игры в пейнтбол. Оскар Сергалеев, Мадий Шингысов, Алматы, Первый канал Евразия.